Ашота Ашугяна. Разведка. Разведка и даже не разведка боем. А просто так обменивались до поры до времени взглядами соперники. Пока Рахман Дудаев не нанесу первый удар. Рахман Дудаев, представитель азербайджанской бойцовской школы. Ну что, у кого будет более выгодное положение? Кто сумеет в свою пользу преобразовать вот эту ситуацию? Получится ли удушающий прием у Етирама Даришева? Или все-таки Рахман Дудаев устоит? Захват такой же называется нежелезный, поэтому вернул в середину ринга бойцов Александр Сидорин. Еще одна попытка нанести удар ногой у Рахмана Дудаева. Ну тут мне подсказывает, что вот в желто-белых трусах это у нас кто получается? И Тирам Даришев разве? Ну продолжаем мы все-таки выяснять, кто у нас в какой форме. Я в общем-то был совершенно четко уверен, что в желто-белых трусах у нас Рахман Дудаев. Нет? Ну тогда все. Два против одного. Значит в желто-белых трусах у нас Етирам Даришев. И вот сейчас Рахман Дудаев, победитель Кубка Беркута прошлого года, ну вот буквально висит на своем сопернике. Правда уже успел спрыгнуть. Была попытка удара к аренам, не прошла. Пытается бить с дистанции Рахман Дудаев. Такой же размашистый удар попытался нанести уже у нас Етирам Даришев. Ну тоже достаточно равный поединок. Пока во всяком случае. Равные соперники, напомню, и у того, и у другого по пять профессиональных поединков. Поединков, извините, только если Рахман Дудаев одержал пять побед, то Нитирам Даришев все-таки один поединок свой проиграл. Ждем каких-то активных действий со стороны кого-нибудь из бойцов. Вроде бы была попытка удара у Етирама Даришева, но там пошла контратака уже у Дудаева. И сейчас, несмотря на то, что внизу находится у нас Адудаев, он все-таки наносит несколько ударов своему сопернику. И все, и гонг. Ну вот так прошел у нас первый раунд в достаточно равной борьбе. И несмотря на то, что в концовке этого раунда представитель бойцовского клуба Нитирам Даришев вроде был в более выгодной позиции по сравнению с Рахманом Дудаевым. Но Рахман неплохо отбился. Но я смотрю нести, что он, конечно, доволен своими действиями сейчас Етирам Даришев. И внимательно слушает наставление секунданта. Может, действительно, что-то ему подскажут новенькое. Может быть, у нас будет что-нибудь из старых, как говорится, добрых приемов. Ну и активно массирует сейчас у нас Рахман Дудаева и его секунданты. Перерыв надолго не затянулся. Сверли трудовой пот. С торса одного и другого бойца. Ну и, в общем-то, нужно продолжать поединок. Все готовы. Второй раунд пошел. Второй раунд. Рахман Дудаев пока теснит своего соперника. Лоу-кик удался. Но все-таки не опрокинулся на ринг Етирам Даришев. Более того, захватил ногу Дудаева. Вот опять повис на своем сопернике Дудаев. Была попытка провести удушающий прием. На этот раз не получилось. А вот сейчас уже Дудаев пропустил удар от Даришева. Ой, какой лоу-кик болезненный для азербайджанского бойца. И несколько ударов в голову он получает. Хотя и захватил ногу своего соперника. Вот вроде бы, да, в захвате сейчас Етирам Даришев. Но левой рукой постоянно бьет его в голову Рахман Дудаев. И, в общем-то, ничего особенного вот из такого положения азербайджанский боец пока извлечь не может. Ну, таскает он, что называется, по рингу своего оппонента. Но не более того. Небольшой обмен ударами. Лоу-кик на удар справа рукой. Ну, там уже кровь появилась на лице у Етирама Даришева. Но, как говорится, кровь не показатель преимущества одного из бойцов. Хорошо вернулся от удара сейчас Рахман Дудаев. Поперекуловича захватил своего соперника. Но вот в таком, в общем-то, положении парни и застыли. Вовремя подошел Александр Сидорин и развел их. Попытка удара рукой. Удачный проход в ноги Даришева. Ну что, использует он вот это вот свое положение. Буквально головой касается сетки сейчас Рахман Дудаев. Но ничего не может с ним поделать боец из Азербайджана. Не получается у него. Сковывает руки ему Рахман. И буквально там подошел к сетке секундан азербайджанского бойца. Подсказывает что-то. И опять, к сожалению, ну, ни латышского, не знаю, увы, ни азербайджанского. Потому что, поэтому ничего вам, дорогие друзья, перевести не могу. Но, в общем, подхлестывают. Понимаю, что подхлестывает своего бойца азербайджанские секунданты. Достаточно активно ведет себя сейчас и Тирам Даришев. И снова вот такое положение, когда висит на азербайджанский чеченский боец. Снова захват за шею. Пойдет удушающе. Ну, в общем-то, вроде как идет. Но я так думаю, что... Да, освободился Даришев. Да и неудобно, конечно, было вот в таком положении проводить удушающий прием Рахману Дудаеву. Удары, в общем-то, сейчас прошли мимо цели. Хотя дважды бил Даришев. Он в более выгодной позиции. Но ногами хорошо обороняется сейчас у нас Рахман Дудаев. И достаточно равный поединок. Равный, напомню, второй раунд. Не знаю, кому отдадут предпочтение судьи. Но пока, пока, на мой взгляд, ничья. Одинаково активный и тот, и другой. Достаточно активная оборона, например, у Рахмана Дудаева. Немножко более атакующая манера у Тирама Даришева. Но, как говорится, вот коса на камень. Перевернул соперника Рахман Дудаев. Ну, вот что вот из этого положения можно... Какой бросок произвести? Ну, вот удар коленом попытался сделать сейчас азербайджанский боец. И уже близится к концу второй раунд. Все, гон. Гон. Равно. На мой взгляд, достаточно равная борьба. И я смотрю, секунданты даже поздравили своего бойца. Показали ему такой оттопыренный большой палец. Дескать, все было нормально. Все было хорошо. Все было замечательно. Что ж скажут судьи, дорогие друзья? Смотрим ли мы с вами экстра раунд? Или все-таки какое-то решение будет виниться на путь? Показать прошу прощения у судьи, что подсмотрел. Экстра раунд, господа. В этом бою объявляется экстра раунд. Итак, ветеран Даришев, который представляет азербайджанский бойцовский клуб «Невчи». Против него вот на ваших экранах Рахман Дудаев, который представляет бойцовский клуб «Юсуп». Напомню, что победитель Кубка Беркута 2013 года у нас Рахман Дудаев. Ну и можно сказать, конечно, турнир немножечко другой, но тем не менее, я, наверное, все-таки назову Рахмана Дудаева действующим победителем турнира, который организует бойцовский клуб «Беркут». Отстаивает свой титул Рахман Дудаев. Пока трудно ему, конечно, приходится в поединке с Етирамом Даришевым, но... Снова проход в ноги от... Азербайджанского бойца. Правда, на этот раз не очень хорошо. И вот такие двоечки. Да, вот удар по ребрам для того, чтобы сбить дыхание, удар в голову, чтобы, ну, просто сбить все остальное. Рахман Дудаев немножко поактивнее, хотя сам тоже там получает удары в голову. Нет, нет. Быстренько поднимает Александр Сидорин бойцов в стойку. Продолжим, говорят ребята, уже в другом положении. Давайте, изыскивайте какие-то другие методы, другие варианты атаки. Схлестнулись там парни ногами. Мы бы пытались там провести лоу-кик на встречных курсах. Но на сей раз получилось. Не схлестнулись по одному лоу-кику на душу. Население, как говорится. Рахман Дудаев. Ну что, прижал своего соперника к сетке. Ну а для того, чтобы быть более активным в таком положении, конечно же, Рахману нужно свои руки освободить. А вот этого не дает сделать Даришев. Конечно, тереться головой вот об эту металлическую сетку неприятно. Но обороняется пока азербайджанский боец. Более того, сам Рахман Дудаев понял, что, в общем, ничего он там особого не добьется. Сам встал в стойку. Правда, при этом пропустил удар от своего соперника. Очень трудное решение, конечно, предстоит принять судьям, если вот до конца вот этого экстра раунда чего-нибудь из ряда вон выходящего не случится. Достаточно активно ведут бой. И Тирамдаришев и Рахман Дудаев. Но очень трудно кому-нибудь из них отдать предпочтение. Вот настолько ровно парни выглядят. Несколько ударов проходят у Рахмана Дудаева. На ринге у нас сейчас Даришев. Но обороняется достаточно отцепко, достаточно грамотно. Не позволяя, в общем-то, Рахману Дудаеву нанести какие-то акцентированные удары. Хотя бы один или парочку. Ну да, по корпусу удары у Дудаева проходят. Вот в голову прошел удар. Второй прошел. Третий прошел. Ну и как бы благородно дал встать своему сопернику Рахман Дудаев. Не стал, как говорится, его добивать. Наверное, хочет одержать более чистую победу Рахман Дудаев. Хотя сейчас сам Рахман пропустил удар от своего соперника. Не сдается у нас Ниферам Даришев. Но, в общем-то, в экстра-раунде, на мой взгляд, обозначилось некоторые преимущества чеченского бойца. Хотя и Даришев обороняется. Два удара пропускает сейчас Дудаев. Я смотрю, парень уже вообще опустил руки. Но это можно, в общем-то, нарваться. И, наверное, об этом сейчас кричит секундант. Ну вот, это был не проход в ноги. По-моему, просто силы заканчиваются и у того, и у другого бойца. И просто, ну, рухнул сейчас на ринг ветерам Даришев. Да, экстра-раунд это, конечно, дорогие друзья, мощное испытание для бойцов. Вы же сами понимаете. Вот готовишься ты на 10 минут, а затем нужно биться еще 5. И при этом ты выкладываешься ведь за 10 минут практически без остатка. И нужно потом откуда-то брать силы, силы откуда-то их черпать. Все, Гонт, ну что. Не знаю, не знаю, честно говоря. Оптимизма на лицах секундантов и терама Даришева я не вижу. В общем, все устали. Я думаю, вырабатывают судейские протоколы. Это нехорошо. Дождемся решения. Итак, в этом бою, по итогам экстра-раунда, единогласно в решении судей победил боец в красном углу Рахман Дудаев. Рахман Дудаев объявлен в этом бою. Ни один еще чеченский боец не проиграл ни одного боя, ни в весовой категории до 6.